Айда Хамзина Фёдор Кулагин, сам того не ведая, стал жертвой мошенников. На плохом зрении памяти, говорит фронтовик, сыграли социальные работники. Им ветеран верил безоговорочно. Легко подписывал документы, наивно полагая, что вскоре ему предстоит операция на глаза. И он снова сможет видеть. Я же не вижу, я не читаю. Она говорит, вот здесь распишись, вот здесь и вот здесь, в трёх местах. И вот мне ручку наставляет, я по прямой кул ставил, кул, кул и кул. А что написано, я не читал. Оказывается, она вот этот долг копила вот этими бумажками, на трёх миллионов накопила и потом квартиру отдала. Чтобы избавиться от главного свидетеля, ветерана вывезли в Барнаул якобы на операцию и бросили там. Без документов и одежды беспомощный пенсионер заработал пневмонию и попал в психиатрическую больницу. Дедушку с трудом удалось вернуть на родину, говорят его родные. С его дочерью пошли мы в ЦОН. Квартира уже на Лавриненке. Хотя в ноябре в прошлом году она была ещё на нём. Ну его. Вот. Такие деньги большие, я знаю, что он не занимал, ему для чего они нужны. До этого у него у самого были на книжке очень много денег. Вот. Потому что он работал в химзаводе, он всегда, у него хорошая пенсия. По факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело. Все подозреваемые, о которых в своём заявлении указал гражданин Кулагин, в настоящее время опрошены в качестве подозреваемых. Но они находятся под подпиской о невесте. Пока полицейские разбираются в деле, родственники пенсионера пытаются оспорить право на имущество в гражданском суде. Говорят, факты мошенничества налицо. Фёдор Никитович, он слепой, он очень плохо слышит. Между тем, в материалах гражданского дела имеется расписка, печатный текст расписки, согласно которой, значит, Фёдор Никитович якобы передаёт, занимая 3 миллиона тенге, господину Лавриненко. Ну, на самом деле, он в принципе, да, то есть если говорить о том, что человек 9-10 лет, напечатать такую расписку, в принципе, бы не смог. Участник Советско-Японской войны до сих пор помнит, как расправлялся с врагами. Техника удара в рукопашном бою была отработана. Сегодня, говорит, бороться с обманом и бюрократией сложнее. Нет ни времени, ни сил.